Самым главным событием в жизни Русской Церкви стало состоявшееся накануне очередное заседание Священного Синода. Оно прошло в историческом здании Святейшего Правительствующего Синода в Санкт-Петербурге под председательством Патриарха Московского Исияруси Кирилла. Принято решение об образовании трех метрополий. Напомним, процесс образования новых кафедр начался после Архиерейского Собора 2011 года. Таким образом, по сравнению с 2009 годом в Русской Православной Церкви число епархий увеличилось со 159 до 260. И на сегодняшний день 153 из них находятся на территории Российской Федерации. Приветствую участников заседания. Патриарх Кирилл отметил, что открывает встречу Священного Синода с особым чувством. Где наши благочестивые предки принимали участие в важнейших решениях, касавшихся жизни Церкви, Отечества нашего. Я всегда чувствую какую-то особую атмосферу. Церковь носитель исторической памяти, в отличие от любой другой институции общественной. Она не просто является рациональным носительным памяти. Для нее память – это часть предания, священного предания, куда включается не только фиксация событий, но и их духовное толкование. И поэтому мы должны сегодня открыто говорить нашему народу, передавая ему в том числе и опыт Церкви. О том, чего всячески надлежит избегать и по какому пути следует идти, чтобы страна шла вперед. Мы должны возблагодарить Господа за все то, что сегодня происходит в нашем Отечестве, за возрождение веры, Церкви. И когда я говорю об Отечестве, имею в виду всю историческую Русь и Россию современную, Украину, Беларусь, Молдову, страны Средней Азии. Все те пространства, где Русская Православная Церковь несет свое служение. По итогам заседания Священного Синода принят ряд важных решений. Так, в Республике Карелия образована Карельская метрополия, включающая Петрозаводскую и Костомухшскую епархии. Главой метрополии назначен архиепископ Петрозаводский и Карельский Мануил. Епископом Костомухшским и Кемским избран игумен Игнатий Тарасов, клирик Краснослободской епархии. В пределах Липецкой области образована одноименная метрополия, которая включает в себя Липецкую и Елецкую епархии. Главой новой метрополии назначен архиепископ Никон с новым титулом Липецкий и Задонский. Епископом Елецким и Лебедянским определено быть владыке Барнаульскому и Алтайскому Максиму с освобождением его от управления Барнаульской епархии. Барнаульскую кафедру возглавит епископ Каменский и Алапайский Сергий. Временное управление Каменской епархией поручено митрополиту Екатеринбургскому и Верхотургскому Кириллу. Созданная Брянская метрополия объединяет Брянскую и Клинцовскую епархии. Управление митрополией поручено епископу Брянскому и Севскому Александру. Епископом Клинцовским и Трубчевским избран архимандрит Сергий Булатников, клирик Брянской епархии. Также Синод назначил викарием Пермской епархии с титулом Добрянский за штатного епископа Никона Миронова. Решен вопрос и о замещении вакантной кафедры Аргентинско-Южноамериканской епархии. Епископом Аргентинским и Южноамериканским избран архимандрит Леонид Горбачев, представитель патриарха Московского и всея Руси при патриархе Александрийском и всей Африке. С учетом создания новых епархий и определению ряда клириков быть преосвященными в этих епархиях, на сегодняшний день в Русской Православной Церкви 303 правящих и векарных епископа. То есть на этом Синоде число архиереев Русской Православной Церкви стало более 300. Среди других решений, которые обсуждал Синод, обсуждался вопрос о праздновании Собора новомучеников, исповедников российских и члены Священного Синода пришли к выводу о целесообразности употребления следующего именования Собор новомучеников и исповедников Церкви Русской в связи с тем, что каноническая ответственность Русской Православной Церкви простирается на многие государства. Соответственно, данное наименование Собор новомучеников и исповедников Церкви Русской вот с этого дня оно утверждено для официального использования в документах.